Выйти на пенсию для активного человека – это большой стресс. В Европе есть примеры, когда пожилых людей после трудового стажа готовят к отдыху, постепенно уменьшая рабочую неделю. Выйдя на заслуженную пенсию, Надежда Георгиева придумала свой вариант адаптации. К этому периоду и она знает рецепт, который помогает счастливо жить всем и всегда. И потом не получилось, как вот в Германии или где, или в Австрии. Получилось, я потом уже говорила, уйду хоть на полгода, потом на три месяца. Потом говорю, Алла Васильевна, ну хоть на месяц. Я должна к юбилею подготовиться, уже не работать до последнего дня и последней секунды. Вот так получилось у меня по жизни. 13 января я не могла назвать свой возраст. 60. Нет, мне как зашло, это Тарасова, как она оценивала катание. 6-0, 6-0. И я вот такую вот цифру себе придумала, мне так легко было ее называть. То есть, как раз так вот доработала до последнего дня, значит, 6-0 я получила. Надежда Викторовна прошла большой жизненный и трудовой путь и всегда оставалась рядом с людьми, которым нужна была помощь. И сегодня, выйдя на пенсию, она консультирует измельчан по вопросам субсидии, понимая, насколько сложно старшему поколению жить, какие испытания они прошли и как важно сегодня их поддерживать. «Всегда возвращаюсь к тому, что на нашу долю, на наше поколение припала смена столетий, тысячелетий. Это такое прошло просто невероятное». На долю красивой и жизнерадостной Нади Георгиевой выпало немало печали и невзгод. Но эти трудности не ожесточили ее, а наоборот, только научили быть внимательнее к окружающим. Не случайно, значительная веха в ее 40-летнем трудовом стаже – это социальная работа, которой отдано почти 15 лет. «Первое, чему я рада в своей судьбе, это то, что я попала на консервный завод. Это первая моя была трудовая деятельность. И такие руководители, которых нельзя никогда забыть, это Голубев Эдуард Михайлович, начальник цеха Жестяна Баночного и руководителя директора Валентина Гласовича Таранова. Это такие люди, которые научили выживать, жить. И производственная эта деятельность, она мне пригодилась всегда. Я не один раз могу повториться, кто работал на консервном заводе, тот может работать везде». Судьба Надежды Викторовны подтвердила ее слова. После 12 лет работы на заводе, пройдя путь от рабочей, станочницы до мастера холодильного цеха, она стала начальником компрессорного цеха – самым молодым руководителем на заводе в то время. «Это такое производство, которое научило выдерживать всякие ситуации. И когда стала заведующей художественно-оформительской мастерской, не имея на это образование, я вообще всегда вот так вот думаю, как». Семья Георгиевых росла. Двое детей, домашние заботы и огромная ответственность за производство заставили Надежду Викторовну принимать решение. И она ушла из консервного завода, посвятив себя близким. Но долго усидеть дома не получилось. «Я пошла в Испоку работать старшим инспектором квартирного учета, где сейчас Ирина Борисовна. Я никогда не спрашивала, мне главное было, как пойти на работу. Никого не подсидеть, никого не убрать, место свободное, я и пошла. Но когда я поняла, с чем я там столкнулась, ну, приходилось работать, в пять утра приходила. Я вообще стала использовать не вечернее время, а утреннее. И я поняла, и только когда проработала несколько месяцев, и у меня возникли вопросы, и я говорю, а где, кто работал здесь, на этом месте. И мне назвали его фамилию, его отчество. А я говорю, а как с ним встретиться, скажите его координаты. А его нет. Я говорю, как нет, уехал с города? Нет. Я говорю, что умер? Нет. А я, тогда уже у меня вариантов нет. А они говорят, да нет, просто в тюрьме». Надежда Георгиева всегда боролась за правду, ей приходилось все перепроверять. И, конечно, она сталкивалась с обманом и бедами людей. Тогда она сделала вывод, что эту систему ей не переделать. И через год приняла решение уйти с должности. «Я начала писать заявление и уходить. Но одно заявление Олег Иванович порвал, второе. А третье, я говорю, оно уже зарегистрировано, я все равно уйду. И секретарь порт-организации тогда у ЖКХ Синица Евгения Ивановича работал, начальником. А он был секретарем порт-организации. И вот он Афониному говорит, да переговори ты с ней. Пока Георгиева работает, я сплю спокойно». Ну и потом я еще поняла дальше. Мы тут по партийным делам. У нас был вот юридический свой кружок, несколько юристов. Мы боролись за правду. Мы не давали высокопоставленным руководителям делать то, что они хотят увольнять там кого-то неугодных. В общем, я стала на вот этот вот путь. Набила я, конечно, столько шишек, что я всегда говорила, господи, если мне ты сказал там до 70, 50, 60 лет сколько жить. В общем, я это расценивала, что на 10 лет я уменьшила свою жизнь. Но я все равно на это шла. И очень-очень мы многого добивались, таких положительных результатов. Надежда Викторовна ушла из исполкома. Она всегда быстро принимала решение и не меняла его. Это качество настоящего руководителя. Она могла выдержать все, но тот удар, который приготовила жизнь, оказался невыносимо больным и тяжелым. 21 год уже нет старшего сына. 17 марта будет. И я не могу сказать, что притупилась. Нет. Время, оно абсолютно, не надо себе тешить. Оно не лечит. Оно просто потом учит, как с этой болью жить, если ты решил для себя дальше жить. Ай, сильно грустно. Ну вот, вот эта проблема потом и привела меня, когда я замкнулась, когда все остановилось, когда не хотелось больше ни жить. Самое страшное состояние, я не люблю в себе. Вот говорят, какое для тебя там? А самое страшное состояние, там они называют, кто депрессия, это? А я называю, когда ты ничего не хочешь. Это самое страшное. Это и есть, наверное, депрессия, конечно. Но когда ты ничего не хочешь, это всё остановилось, и ничего не нужно тебе. Это всё. Два года Надежда Викторовна никуда не выходила из дома. Но нашлись люди, которые смогли убедить её выйти на работу. И нашли вот эту должность специалиста первой категории, новообразовавшейся службы. Они её называли субсидией. А для меня это такое новое слово было, что я его даже не запомнила. Вот какой-то новой службы. Рудниченко, Борисенко, Шаронова. Эти руководители очень помогали Надежде Викторовне на новой должности. И она до сих пор помнит этих людей и их поддержку. Главный вывод, который сделала Надежда Георгиева в своей жизни, это то, что победить зло может только добро. Когда тебя вынуждают, чтобы ты сделал зло, я не понимала выражение, что самая большая сила уходит на борьбу с самим собой. Думаю, боже мой, как это можно бороться с самим собой. А потом поняла, да, когда тебе делают зло, я думаю, многие согласятся с тем, что можно ответить злом. Это гораздо легче. Найти ситуацию всегда можно и сказать грубое такое, и такое больное, что, как говорят недаром, что слово можно убить человека, а ты перебори себя и сделай, не сделай этого. И ответь этому человеку, особенно когда ему будет плохо, а ты сделай ему добро. А самое главное, не подлей масла в огонь. И вот по жизни ситуации проходили, конечно, у каждого это есть. Но как-то на мою долю очень много пришлось видеть этого. Субтитры сделал DimaTorzok